Попасть в зону поражения, обаянием Зураба Ачба, этого большого во всех смыслах человека было нетрудно. По любому случаю у него была история, всегда добрая и смешная. Но когда дело касалось работы, он проявлял твердость и открыто говорил обо всем, что его волновало. На своей странице социальной сети Facebook открыто критиковал чиновников, а в СМИ не раз обращал внимание на проблемы военного госпиталя, который возглавлял. Полностью все здания, которые принадлежат сегодня центральному военному госпиталю, находятся в аварийном состоянии. Вообще они не должны эксплуатироваться, они небезопасны ни для больных, ни для врачей. Полная антисанитария. Я обращаюсь к господину президенту, обращаюсь к господину премьер-министру. Я вас убедительно прошу, просто в ближайшее время посетить военный госпиталь и воочию самим все увидеть и убедиться, в каком плачевном состоянии мы находимся. Вот если этого не произойдет, мы оставляем право с собой просто закрыть госпиталь и не выходить на работу. Пятью годами ранее, когда мы были в военном госпитале по случаю его 20-летия, еще тогда Зурабач выбил тревогу по поводу санитарного состояния здания и технического оснащения. Но даже тогда, рассказывая об этих трудностях, Зураба Мехович излучал оптимизм. У нас не было бесстеневой лампы, нам пришлось в обычном магазине света пойти, купить, найти вот такой прожектор бесстеневой и поставить, и сделать вот такую лампу тоже бесстеневую. Это все куплено в обычном магазине света. Именно это его умение находить выход из любой ситуации любили и ценили в нем его сотрудники, молодые врачи, для которых он был и наставником, и другом. Сам Зурабач бы не раз вспоминал военные годы, когда ему пришлось стать военным врачом и самостоятельно постигать все премудрости этого дела. Раньше, в советское время, всегда была военная кафедра и для мальчиков, и для девочек. Все заканчивали, и азы медицины военной мы там изучали, конечно, но так, как попало. То есть, это не военная же медицинская академия, таких было очень мало, и не было профессионалов. У нас было очень много потерь из-за неорганизованности. Мы не умели, не знали, как все это организовать, как себя вести и так далее. В конце октября командование Восточным фронтом вызвало меня, врачей, Георгия Кискири, и сказали, братцы, так дело не пойдет, надо что-то делать, то есть организовать нормальную медицинскую службу на Восточном фронте. За день до начала войны в доме Зурабача повелась активная подготовка к его свадьбе. Но состояться празднику не было суждено. Молодую жену он вывез на родину в Красноярск, а сам вернулся на фронт с огромным грузом гуманитарной помощи, который собирал сам по красноярским больницам. Я приходил в каждое медучреждение, то есть больницы. Они заставляли меня, ну не то, что заставляли, просили меня выступить перед коллективом. Люди интересовались, у многих Абхазия ассоциировалась с морем, с теплом, с радушным приемом, а тут война. Вот всех интересовало, что там происходит, я рассказывал. Ну, собрали огромную гуманитарную помощь. Буквально на следующий день с этими медикаментами, мне там диаспора Абхазская помогла, там Царство Небесное, там Валера Свижба, там еще ребята, там братья Фанцулавицы были. Ну, Абхазская диаспора собралась, они полностью оплатили транспортный самолет, который приземлился там в Адлере вместе со мной. И вот мы вот с этой гуманитарной помощью попали в Гудаут. Зураба Мехович благодаря широте душе, а может быть еще и большому росту, всегда замечал даже самые скромные человеческие поступки. В одном из последних интервью, посвященных военному периоду, он вспоминал завхоза в полевом госпитале, где трудился в те годы. Что касается тыла, мы очень мало не вспоминаем. Вот я хочу прежде всего вспомнить просто обычного парня, завхоза, который, наверное, не умел или не мог воевать, как другие. Вот. Был такой Рауль Цижба у меня завхоз. Но человек сделал столько, сколько не сделали, наверное, многие, наверное, и врачи. Потому что зима, холод, снег, постоянно тепло. Господи, буржуйка, это надо принести дрова, принести воду, там же нет ничего. Я даже не видел, как он это успевал. Ночью мы никогда не просыпались от холода, потому что он, а он жил там недалеко, рядышком, через забор. Он приходил, с дому приносил дрова, постоянно обогревал, постоянно приносил воду. Там дома готовят, семя у него большая. Он фактически, я сто процентов уверен, в семье не доедали. И он вот эту всю еду приносил нам, дежурной смене, врачам, больным, раненым и так далее. Душевный, открытый, отзывчивый к чужим проблемам человек. Самый честный, добрый, человечный. Большой человек с большим сердцем. Уму непостижимо, такой добрый, порядочный, неравнодушный человек. Никогда не отказывал и всегда выслушивал нас. Рано ушел, очень рано. Внезапно и неожиданно. Так не должно быть, вечная память. Пишут на странице Зураба Ачба в фейсбуке люди, которые знали его, которые общались с ним, кому он протягивал руку помощи. А один из последних комментариев самого Зураба Омеховича – это поздравление телеканалу Абаза ТВ, которое он оставил как раз в ту ночь, когда его не стало. Не стало Зураба Ачба – большого во всех смыслах человека. Марьяна Кутова, Абаза ТВ. Марьяна Кутова, Абаза ТВ